Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Пройти ПЦР-тестирование можно в аэропорту Наринмара сразу после прибытия. Стоимость тестов в связи с введением эпид-контроля для прибывающих снизили до 1 тысячи рублей. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа продает недострой в жилом микрорайоне на улице Авиаторов. Два последних аукциона, которые объявляли осенью 2020 года, были признаны несостоявшимися. В Ненецком автономном округе стартовал прием заявок на региональный этап национального конкурса «Студент года-2021». С начала июля в Ненецком округе официально выявили 320 случаев заражения коронавирусом – 10 за последние сутки. Среди июльских случаев заболевания инфекция выявлена у 10 беременных женщин, стоящих на учете в женской консультации, сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1532 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1265 человек. Трое из них за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 10 летальных исходов от коронавируса. На лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 285 человек. Еще у 19 пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтвержден результатами исследований методом иммуно-ферментного анализа. В настоящее время лечения в регионе получают 304 человека. Из них 77 в стационаре, 227 лечатся обулаторно. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 749 человек. В июле COVID-19 был выявлен у 10 беременных женщин. 8 из них перенесли заболевания в легкой форме. Одна заболела за пределами округа и переболела в средней степени тяжести. В большинстве случаев инфекция у беременных протекает в легкой форме. Но риск тяжелого течения коронавирусной инфекции у беременных женщин все же присутствует. Такой случай зафиксирован и в Наринмаре. У одной пациентки отмечается крайне тяжелое течение болезни. Она госпитализирована специальным бортом в Архангельскую областную больницу, где находится под наблюдением врачей по сей день. Стоимость ПЦР-тестирования в Наринмаре снижена. Это решение было принято по поручению главы региона в связи с сведением постов эпидемиологического контроля для прибывающих в округ. Стоимость ПЦР-теста снизили на 400 рублей. Теперь его можно сделать за 1000 рублей. Для пациентов с диагнозом COVID-19 исследования проводятся бесплатно по назначению врача. Посты эпидконтроля в аэропортах и на причалах Барш региона работают с 21 июля. Прибывающим в округ из-за его пределов необходимо предъявить сертификат о пройденной вакцинации, либо сертификат о перенесенной инфекции с QR-кодом, либо результат ПЦР-теста. Также можно сдать ПЦР-тест сразу по прибытии в округ на посту эпидконтроля. Отметим, в аэропортах и на причалах Барш организованы пункты проведения ПЦР-тестирования. Готовность результата в сутки. Цена на ПЦР-исследование в регионе стала одной из самых низких по стране. Теперь она составляет 1000 рублей. Расходы на компенсацию разницы в стоимости услуги взял на себя окружной бюджет. Исследование проводится в клинико-диагностической лаборатории Ненецкой окружной больницы. Она открылась в Наринмаре месяц назад. Оснащена самым современным оборудованием. В будни ПЦР-тесты проводят по предварительной записи в поликлиниках. В субботу ПЦР-тест можно пройти непосредственно в клинико-диагностическом корпусе окружной больницы по улице Авиаторов. В порядке живой очереди. Медики просят жителей региона ответственно относиться к здоровью окружающих и не приходить на тест с признаками заболевания. И лицам, близко контактировавших с заболевшими ковидом и находящимися на карантине. В связи с тем, что такие случаи стали появляться, действительно, мы рекомендуем гражданам, которые себя чувствуют некомфортно, они чувствуют себя больными, у них есть какие-то симптомы повышения температуры, еще остальные признаки ОРВИ, рекомендуем остаться дома, пригласить врача, чтобы врач уже сделал определенное назначение. По назначению врача пациентам с признаками ковида ПЦР-тестирование проведут бесплатно. При положительном результате тест проверят в ПЦР-лаборатории Роспотребнадзора уровня референс. Для получения такого статуса Нинецкой лаборатории потребуется какое-то время. На сегодняшний момент существуют определенные правила допуска клинических лабораторий до выдачи самостоятельных положительных результатов. Это происходит в несколько этапов. Изначально мы получаем документ о соответствии для работы с данной группой патогенности, что нам Роспотреб выдало, и мы с 28 числа начали самостоятельно работать. Далее идет в течение двух месяцев перепроверка наших положительных исследований со стороны службы Роспотребнадзора. При совпадении 85% положительных результатов на протяжении определенного периода времени Роспотребнадзор через два месяца может нам выдать разрешение на самостоятельную работу. Сотрудники лаборатории считают, что наилучший выход избежать ПЦР-тестирования – это вакцинироваться. И необходимость в различных ПЦР-тестах, ВФА-тестах, она отпадет сразу. Человек получит дополнительную защиту, которую государство предоставляет бесплатно. Для прохождения вакцинации сдавать анализ на наличие антител в организме не обязательно. Даже министр здравоохранения Российской Федерации Мурашко не рекомендует всем подряд сдавать анализы на антител. Это лишь для успокоения себя, что действительно я чувствую, что я болел когда-то, я вот посмотрю этот уровень антител. Противопоказания практически для вакцинации переболевших, они практически минимизированы. То есть, если прошло после того заболевания, которое вам кажется, что был ковид, два, три, четыре месяца смело можно прививаться. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал госуслуг или по короткому номеру 122, а также в медицинских учреждениях по месту жительства. В поликлиниках города Наринмара и поселка Искателей прививку сделают только по предварительной записи. Без записи пройти вакцинацию можно в дополнительном пункте, развернутом в фойе Дворца культуры Арктика, в будние и выходные дни. На сегодняшний день для жителей региона доступны два наименования вакцины – «Спутник» и «Эпивак Корона». Имеются противопоказания. До вакцинации необходимо получить консультацию врача. Ненецкая окружная больница обеспечена индивидуальными средствами защиты в полном объеме. Большая партия средств защиты, медицинские перчатки, маски, защитные костюмы поступила в Ненецкую окружную больницу для медицинского персонала по линии Общероссийского народного фронта еще в середине прошлой недели. Вся партия уже доставлена в складские помещения медицинского учреждения. У нас региону пришла помощь по линии Общероссийского народного фронта. Этим занимался напрямую Юрий Васильевич Бездудный, губернатор Ненецкого округа. На сегодняшний день все поступило в достаточно больших количествах. Это является нам хорошим подспорьем. Ни копейки мы на это не потратили. Все это по линии благотворительности. Поэтому у нас прямое взаимодействие с Общероссийским народным фронтом, которые на сегодняшний день, конечно, очень помогли округу. В Ненецкую окружную больницу поступило полмиллиона трехслойных масок, 100 тысяч однослойных, 10 тысяч защитных костюмов для работы врачей и среднего медперсонала, а также 2,5 тысячи одноразовых перчаток. Данная помощь для нас довольно-таки значительная с учетом того, что сейчас расход средств индивидуальной защиты повышен. Потому что и у скорой помощи вызова увеличились, и у стационара мы сейчас количество врачей и среднего персонала привлекаем больше. Поэтому, в принципе, средства индивидуальной защиты нам очень нужны. Они очень кстати и очень вовремя нам пришли. Но это еще не все. В ближайшее время в окружную больницу поступит 2000 литров дезинфицирующих средств, которые крайне необходимы в работе ковидных отделений. У нас следующая партия достаточно большая идет из резервного фонда правительства Российской Федерации. Тоже абсолютно бесплатно. Ожидается, что в Федеральной партии средств защиты также поступит в Ненецкую окружную больницу 3 миллиона медицинских масок. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин. Телеканал Север. В Наринмаре состоялся круглый стол, в рамках которого представители избирательной комиссии Ненецкого округа, региональных отделений политических партий и члены окружной общественной палаты обсудили особенности проведения выборной кампании 2021 года. В частности, изменения в процедуре наблюдения за ходом голосования. Избирательная кампания в преддверии осенних выборов вступает в активную стадию. Идет процедура регистрации кандидатов. По сравнению с предыдущими федеральными выборами, выборами президента Российской Федерации в 2018 году и голосованием о внесении поправок в Конституцию прошлым летом, внесены изменения в процесс наблюдения за ходом голосования. В Наринмаре трансляция будет организована на шести участках за счет средств федерального бюджета из Центра тестирования и кадрового развития администрации Ненецкого округа. Здесь, непосредственно в этом помещении, на этой стене будет размещен экран, где можно будет любому наблюдателю, представителю политической партии, избирателю, гражданину, журналисту прийти и посмотреть, как идет процедура голосования на вот этих шести избирательных участках. Это наиболее крупные участки у нас. На всех остальных участках, без исключения, будет тоже обеспечено видеонаблюдение, но без трансляции в сеть интернет, то есть будет сохранена запись, и в случае возникновения каких-то спорных вопросов к этой записи можно будет обратиться. Важной составляющей любых выборов является деятельность общественных наблюдателей, в том числе информирование граждан и наблюдение на избирательных участках. Совместную работу за ходом голосования на предстоящих выборах за круглым столом обсудили представители региональных отделений политических партий, члены окружной избирательной комиссии и общественники. В частности, были подведены итоги обучения наблюдателей. Нами подготовлено порядка 110 общественных наблюдателей, которые будут работать в сентябре. Проговорим про формат обучения, который проходил, потому что в этом году формат обучения носил более прикладной характер. Перед общественными наблюдателями стоит задача знать не только основы избирательного права, но и понимать, как действовать в каких-то конфликтных ситуациях, в провокационных ситуациях. И в ходе обучения наблюдателями были рассмотрены конкретные примеры, которые, в принципе, им пригодятся. Надеюсь, конечно, не пригодятся, но, по крайней мере, все прикладные навыки наблюдателями получены. Напомню, избиратели Ненецкого автономного округа будут выбирать депутатов Государственной думы Федерального собрания 8-го созыва, депутатов Амдормы и Омского сельсовета, а также глав и депутатов в Пустозерском и Малоземельском сельсоветах. Голосование будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Досрочное голосование на труднодоступных территориях будет проводиться не ранее, чем за 20 дней до выборов. Речь идет о нефтяных месторождениях, вахтовых поселках, воинских частях, местах кочевий оленеводов и других. Для маломобильных граждан голосование будет организовано на дому. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа продает недострой в жилом микрорайоне на улице авиаторов. Информационное сообщение о продаже недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, размещено на официальном сайте органа власти. Заявки на электронный аукцион начнут принимать от потенциальных покупателей уже на этой неделе, 29 июля. Управление имущественных и земельных отношений выставило на торги объект незавершенного строительства в городе Наринмаре и земельный участок под ним. Степень готовности объекта – 7%. Вид разрешенного использования земли – строительство многоквартирного жилого дома площадью более 500 тысяч квадратных метров. Начальная цена продажи имущества вместе с землей – 5 миллионов 483 тысячи рублей. Два последних аукциона, которые объявляли осенью 2020 года, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах. Национальная российская премия «Студент года» открыла прием заявок на региональный этап конкурса. Продлится регистрация до 15 сентября. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Прием заявок на региональный этап российской национальной премии «Студент года-2021» уже стартовал и продлится до 15 сентября. Студенты Ненинского округа смогут соревноваться индивидуально или группами от двух до четырех человек. Российская национальная премия «Студент года» это такой уникальный как и конкурсный, так и образовательный проект. На территории Российской Федерации каждый студент может принять участие в этом конкурсе. Этот конкурс для студентов, который имеет особые достижения как в учебной, так и внеучебной деятельности. Проявить свои навыки в индивидуальном зачете можно в номинациях «Профессионал года», председатель Совета обучающихся года, староста года, общественник года, творческая личность года и спортсмен года. Коллективные соревнования пройдут в номинациях «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года» и «Киберспортивный клуб года». Конкурс проходит в три этапа. Первый подразумевает собой прием заявок на региональный уровень. Второй этап – отбор лучших в регионе для участия во Всероссийской премии «Студент года». Третий этап пройдет с 6 по 11 октября. Он пройдет в городе Томске. Ребята могут поехать, победители регионального и второго этапа, могут поехать в город Томск. И в Томске уже будет очень хорошая, интересная образовательная программа для студентов организована. Также ребята смогут побороться за премию «Студент года». Студенты региональных СПО прошлых лет уже покорили Российскую национальную премию «Студент года». Ильяна Уткина делится опытом участия в премии 2018 года. В тот год Ненецкий округ представляли 6 девушек. Мы должны были провести самопрезентацию, рассказать студийскому составу о себе за 2 минуты, так, чтобы они поняли, кто мы, откуда и чем мы занимаемся. Дальше мы сдавали экзамен на знание закона молодежной политики. И заключительным этапом было написание проекта и презентация этого проекта, то есть защита. Разумеется, Российская национальная премия «Студент года-2021» это не только образовательная программа и новые знания, но и обмен опытом с участниками со всей страны, яркие впечатления и заряд энергии. Мне кажется, подобные конкурсы проводятся в первую очередь для обмена опытом среди молодежи, потому что Россия очень большая страна. Мы увидели, что есть очень много ребят крутых в своих направлениях, и пообщаться с ними, даже просто приехать, было очень полезным. Мы действительно для себя много нового узнали. Лилиана также благодарит колледж за предоставленную возможность побывать на подобном мероприятии. Всероссийский этап проходил в городе Астрахань. Мы очень благодарны колледжу нашему, который нас отправлял, потому что деньги пришлось собирать действительно со всей России на поездку, и нас отправили в итоге. Была экскурсия по городу, мы все были там первый раз, и было круто пообщаться с огромным количеством студентов, которые приехали, потому что ребята были прям профессионалы в своих областях. Чтобы стать участником конкурса и побороться за звание студент года 2021, необходимо подать заявку в региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи НАУ по адресу улица Тыковылки, дом 2, отдел реализации молодежной политики и поддержки молодежных инициатив. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...